Скорпионы, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца. И в конце расклада я возьму для вас карта совета, что вам высшие силы советуют. Может, на что-то нужно обращать внимание или на что-то, да, как бы, может быть, остерегаться чему-то, да, посмотреть, что вокруг вас происходит. Давайте возьмем карту первой нам в начале месяца. Это двойка мечей. Двойка мечей, знаете, у вас может быть вот в начале месяца как тупиковая ситуация. Может быть такая ситуация, которую вы не сможете, да, в начале разрешить. Все-таки, может быть, стоит подумать, какие вы шаги делаете. Потому что здесь могут быть даже высшие силы поставить вас в такой тупиковой ситуации для того, чтобы вы не сделали в будущем какое-то неправильное действие. Давайте посмотрим следующая карта, карта Туз Пентакли. Это показывает, смотрите, те, которые ждут решения каких-то документов, решения каких-то завершений, каких-то процессных или разводных процессов, почему-то здесь пока тупик. Пока решения здесь у вас нет. Пока показывает, что какая-то ситуация не разрешается. Кто-то, если в ожидании по поводу работы менять или что-то поменяется по финансам, здесь тоже показывает, что в начале месяца разрешения пока нет. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта Туз Кубков. Туз Кубков, те, которые в отношении находятся, почему-то показывает, что, знаете, можем сказать, даже в отношении какая-то ситуация происходит тупиковая, и даже в работе и в финансах почему-то у вас есть закрытость, почему-то высшие силы вас закрывают. Мужчины и женщины одиноки. Вот здесь у вас нужно обращать внимание. Нужно вот наполнение вашей чаши. Нужно наполнение вашей энергией. Почему-то здесь показывает, что как будто вы недостаточно, да, сильны для того, чтобы что-то решили. Для того, чтобы что-то, может, новый какой-то шанс, может, какая-то новая работа сделать, поменять. Здесь как будто, да, знаете, идет закрытие и в отношении, и закрытие в работе, в финансах. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середину месяца. Что вам высшие силы советуют для вас? Карта суда. Карта суда идет, знаете, как искупление какой-то вины, какой-то бумеранг. Какая-то ситуация, которую вам не дается разрешить, пока вы не будете за какой-то вины, за каких-то грехи избавляться. Мужчина и женщина, если вы хотите не гореть изнутри, если вы хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, да, вы должны возрождаться, вы должны что-то поменять, вы должны что-то решать в вашей жизни, вы должны что-то убрать из вашей жизни, потому что здесь у вас идет, что от высших сил идет закрытие во всех, да, можем сказать, по всем сторонам. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Карта пятерка мечей. Какая-то ситуация, да, какая-то может быть для некоторых, хочу сказать, если такая информация и пришла, я скажу ее, может для вас было закрыто построить отношения, может были проблемы по финансам в работе, и здесь идет как возрождение, да, когда говорится сгореть до тла и возобновиться заново, как птица феникса, возрождайтесь заново, у вас начинается новый период, но самое главное в середине не стоять на страже в порядке, почему-то пока что вы опять в каких-то страхах, переживаниях и стоите, что опять может кто-то кидаться на вас. Смотрите, если у вас происходит, что вы на что-то обращали внимание, что вы что-то понимали, что что-то происходит, что вас что-то не ведет, здесь может быть по этим карта, что все-таки вам требуется какое-то чистое наполнение вашей энергией. Вот через каких-то ритуал это можно сделать. Здесь можно как-то добавлять себя, восстановить и усилить свою энергию. Давайте посмотрим следующая карта, на середине месяца. Для вас карта семерка мечей. Здесь могут быть люди, которые крадут вашу энергию, которые не дают возможности, чтобы вы наладили отношения, наладили с работы или с финансы. А знаете, это те люди, которые вы допускаете сами близко в себе. Вы сами рассказываете то, что происходит в вашей жизни. Вот на середине месяца нужно не стоять на страже в порядке перед вашими страхами, а просто убрать людей, которые как энергетические вампиры в вашей жизни. Просто избавляться от таких людей из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, на конец месяца. Король Пентакли. Мужчины, это ваша стабильность, это ваша работа, это ваши какие-то изменения по финансам. Для того, чтобы ваша финансовая, именно финансовый канал не утек. Финансы, какая-то работа, чтобы не ушла, все-таки не нужно всем рассказывать, что у вас происходит. Женщина. Хочу сказать, что может быть, стоит все-таки, если вы познакомитесь с каким-то мужчиной, это одинокие женщины, то здесь может быть человек несвободный. Человек может быть имеет семью, и здесь может быть человек по обману, по хитрости будет к вам приблизиться. Давайте посмотрим следующая карта, на конец месяца, карта четверка Жезл. Мужчина и женщина одиноки. Быть в гармонии сам с собой. Доверять себе, понять, что вы сможете все решить сами. Если женщина, которая рядом, имеет мужчину, вашего мужа, вашего стабильного, длительного, то здесь нужно доверие. Здесь нужно, может быть, рассказывать о чем-то, про кого-то, и не переживать, что человек вас не поймет. Он, наоборот, здесь показывает карта, что человек, вы знаете, как поддерживать будет вас. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы, советы для вас, на протяжении всего месяца. Семерка кукол, это показывает ваши иллюзии, мечты, фантазии. Все-таки от этого нужно избавляться на протяжении всего месяца. Вам не нужно, вот нужно более быть стабильной, более контролировать себя. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.